В Навалакском районе Дагестана открыли новую школу. Учебное заведение рассчитано на 700 учеников и будет носить имя Героя России Мутея Исаева. В церемонии открытия школы принял участие и глава Минрегиона России Игорь Слюняев. В рамках поездок по регионам СКФО рабочая группа ведомства побывала в Дагестане. Школа названа именем Героя России Мутея Исаева, младшего сержанта милиции батальона Навалакского ППС, погибшего при исполнении служебного долга в 1999 году. Почти 170 миллионов рублей было потрачено на строительство нового учебного заведения в рамках республиканской инвестиционной программы за счет средств ФЦП Юг России. Начавшиеся коренные преобразования Дагестана заложены в 10 приоритетных программах развития республики. Они затрагивают все важнейшие сферы жизнедеятельности людей. Но наиболее приоритетными глава республики определил развитие народного образования, дошкольных, детских учреждений и культуры. Сегодня мы являемся свидетелями еще одного шага достижения намеченных целей. Это уже шестая по счету школа в Навалакском районе. За парты здесь сядут 700 учеников, дети лакских переселенцев. Переезд на новое место жительства лакского населения длится уже более 20 лет. 7,5 миллиардов рублей из федерального и республиканского бюджетов за эти годы были потрачены на строительство почти 3000 жилых домов, школ, больниц и поликлиник. Для полного обеспечения жильем переселенцев необходимо еще полтора миллиарда рублей. Мне представляется, может быть, нам надо продумать, часть людей будут готовы получить деньги на лицевые счета, сами будут строить, где они хотят или покупать в квартире. И таким образом мы можем разгрузить государственную, организационную составляющую часть реализации этого проекта. Еще один крупнейший проект Дагестана, уже промышленный, Каспийский завод листового стекла, тоже стал объектом пристального внимания рабочей группы Минрегиона. Завод за 10 миллиардов рублей в конце января уже начал работать, а в марте выйдет на новую проектную мощность. В сутки он будет выпускать до 600 тонн энергосберегающих видов стекол. 40% планируется поставлять на экспорт. В Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Турцию, Армению. Спектр применения продукции завода огромен. От стеклопакетов до архитектурных стеклянных строений. Сегодня Каспийский завод листового стекла называют приоритетным инвестпроектом и эталоном для всех остальных субъектов Российской Федерации. Как отметил Игорь Слюняев, дагестанский опыт нужно тиражировать и перенимать. Мы в Минрегионе работаем над созданием концепции федеральной целевой программы развития промышленности строительных материалов, где ставим перед собой задачу в среднесрочной перспективе обеспечить наш строительный рынок отечественными материалами массового применения. Это бетон производный, металл производный, утеплители, гидроизоляция и, конечно же, стекло. Вот успешный пример сотрудничества частного инвестора, корпорации развития внешнеэкономбанка, федеральной целевой программы Юг России и регионального бюджета позволил в очень короткий срок реализовать этот проект. Высокую оценку руководства республики и Минрегионразвития получил недавно открытый в городе Дагестанские огни многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Центр отвечает всем современным требованиям, оборудован залом ожидания, информационной зоной, электронной очередью, инфостендами, платежными терминалами. На сегодняшний день МФЦ предоставляет 167 услуг. Их количество будет увеличиваться. Завершилось двухдневное пребывание рабочей группы Минрегиона в Дагестане с совещанием, на котором обсудили итоги социально-экономического развития Дагестана за 2013 год и реализацию на территории республики указов президента Российской Федерации. В рамках поездки в Дагестан рабочая группа Минрегиона оценила подготовку Дербента к предстоящему юбилею. В 2015 году старейшему городу России исполняется 2000 лет. Министерство регионального развития – главный координатор юбилейных мероприятий на федеральном уровне. Помимо планирования праздничных культурных событий ко дню рождения Дербента, необходимо привести в порядок улицы и объекты исторического наследия древнего города. Сроки поджимают, а сделать нужно еще очень много. Реконструкция 15 улиц, 5 парков, а также исторических и культурных объектов, в том числе восстановление стен знаменитой цитадели Нарын-Кала. Это ближайшие планы по приведению города в порядок к юбилею. Дербент – единственный город античной эпохи, сохранившийся на своем историческом месте в Российской Федерации. Один из самых древних городов мира и самый древний город в России. Именно здесь, на узкой полосе Каспийского прохода, учились мирно сосуществовать разные культуры и вероисповедания. Кстати, об истинном возрасте города спорят до сих пор, но тоже мирно. Если считать Дербент поселением, то в 2015 году ему будет не две, а целых пять тысяч лет от роду. Будем готовиться к двухтысячелетию Дербента. Хотя мы все говорим, что пять тысяч лет, но пока отметим двухтысячелетия, а потом отметим пять. Дербент считается колыбелью трех религий. В городе сохранились древнейший крестово-купольный храм, самая древняя в постсоветском пространстве Джума-мечеть и самая старая в России синагога. Восстановить исторические религии ко дню рождения Дербента – одна из главных задач. Однако современность диктует свои условия. Город, пока не имеющий канализационной системы, остров не и нуждается. В рамках ФЦП Юг России в Дербенте строятся очистные сооружения проектной мощностью 25 тысяч кубометров в сутки. При этом предстоящий объем работ вдвое превышает то, что уже сделано. Осмотрев объект, глава Минрегиона отметил, что ускорить стройку можно совместными усилиями, а не только ожидая деньги из федерального центра. Придать импульс нужно и всей подготовке ко дню рождения Дербента в целом, иначе праздник может оказаться под угрозой срыва, считают в Минрегионе. Очень важно привлечение к этой работе различных конфессиональных групп, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Республики Дагестан. Развитие города Дербента не должно ограничиться в 2015 году. Это действительно должно явиться крупнейшим проектом развития туризма на юге России. На подготовку празднования двух тысяч лет со дня рождения Дербента требуется порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Продолжение следует...